Ветхий Завет Вообще, зачем нам, тем, которые обрели свободу во Христе, изучать закон, который был дан евреям у горы Синай? Ответ на этот вопрос очень понятен. Для того и нужно изучать Ветхий Завет, о чем сказал блаженный Августин, потому что в Ветхом Завете Новый скрывается, а в Новом Завете Ветхий раскрывается. Давайте читать дальше, со временем поймем и, конечно же, получим большую пользу. Мы с вами читаем в Священном Писании о том, что сам Иисус Христос сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. О каком законе идет речь? Естественно, о Синайском законодательстве, о всем том, что заповедал Бог Моисею. Неслучайно он дает приглашение всем тем, которых исцеляет, которым помогает, говорит, пойдите и покажитесь священникам. Как мы будем понимать эти ветхозаветные тексты без прочтения в Новом Завете того, к чему призывает Христос? Показаться священником, и тот увидит, а исцелился ли ты от проказа? Вот об исцелении от прокаженных, как с ними поступали по Ветхому Завету? Мы можем понять только тогда, когда, осознав всю глубину жертвы Иисуса Христа, Агнца, который свою кровь пролил за нас и искупил нас от греха, проклятия, смерти, мы поймем, что именно Христом упраздняются все ветхозаветные жертвы, и в Новом Завете мы получаем поистине свободу во Христе. Несколько слов о том, почему мы в Ветхом Завете читаем такие жестокие принесения бедных ягнят, голубей, животных в жертву с пролитием крови. Зачем это? И почему это так Бог повелел Моисею? Хотелось бы дать кратенькое разъяснение. Давайте себе представим. Ветхозаветное человечество, грубое, с необрезанным сердцем, жестоковынное, куда вас бить еще? Смотрите, сколько слов к этому народу обращает Бог. И все равно они не обращаются, чтобы Бог исцелил их. И вот Бог дает такие жесткие правила их религиозной жизни. Для чего? Что только через пролитие крови они сами могли понять, что не делай греха, потому что за собственный грех ты убиваешь невинное. Давайте себе представим. Человек согрешивший должен был маленького ягненка принести, зарезать и пролить его кровь. А потом снова, перед совершением очередного греха, неужели у тебя не екнет что-то в сердце, чтобы ты понял, что за твой грех ты должен будешь зарезать опять невинное, пролить кровь невинную. И вот Господь стучался даже такими методами в это необрезанное сердце иудеев. Но в Новом Завете мы понимаем, что за нас сам Христос, как Агнец Божий, себя самого принес в жертву. Это и поможет нам понять Ветхий Завет, который раскроется для нас в Новом. Да и вообще, когда мы будем внимательно читать Ветхозаветные тексты, мы будем лучше понимать церковное богослужение. Парими – это Ветхозаветные тексты зачастую. Возьмем Псалтирь – это Ветхозаветное Писание. Да и сам Великий Канон, который читается Великим Постом. Не понять, если мы не будем читать Ветхий Завет, потому что основные ссылки Великого Канона, покаянного преподобного Андрея Критского – это Ветхозаветное Писание. Поэтому будем читать его еще и потому, что об этом сказал сам Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. «Не думайте, – сказал Спаситель мира, – что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И еще, есть очень много мест непонятных, сомнительных. Я хотел бы познакомить вас с приложением, которое еще больше поможет вам, внимательно читающим Слово Божие, разобраться в тонкостях и в глубинах Ветхого Завета и всего текста Священного Писания. Это приложение «Экзегет». Если мы откроем с вами это приложение, то с правой стороны мы прочитаем толкование Ветхого Завета, с левой – Новый Завет. Для открытия этой странички переходим в раздел «Ветхий Завет» и находим для себя читаемое место. Вот, допустим, мы читаем книгу «Исход». В этом толковании есть еще одна строка, которая поможет нам посмотреть толкование, видео, мотиваторы, Библия в искусстве, иконографии, книги, вопросы, проповеди и так далее. Для изучающих Библию это замечательное приложение. Возвращаемся. Скажем, мы захотели посмотреть любую главу, любую книгу. Открываем Ветхозаветную книгу «Бытие» и смотрим видео. Включаем. В этом разделе появляется несколько толкователей. Олег Стеняев, батюшка, прекрасно толкует. Профессор Андрей Ресницкий. Сергей Худеев и так далее. Целый ряд толкователей этого места. Люди задают вопрос, а правильно ли читается текст, который озвучивает определенные главы. И здесь мы можем найти несколько переводов. Это и синодальный, церковнославянский, церковнославянский перевод «Транслит». Дальше мы видим перевод различных авторов. И каждый может посмотреть не только на русском, украинском, но и на различных языках мира то, о чем пишется в священных книгах Ветхого и Нового Завета. К примеру, мы читаем сейчас книгу «Левит». Открываем, находим толкование в видео, которое также удобно можно прослушать. Открываем главу, нас интересующую, которую мы читаем, допустим, 15-ю. И эта 15-я глава прочитывается и толкуется священниками теми, которые построчно разъясняют нам непонятные места. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Левит». Мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто участвует в нашем общем полезном деле. Вместе читаем Библию. Не расслабляйтесь. Тем более время Великого Поста – это время сосредоточенности, время изучения Священного Писания, к чему призывает нас Спаситель. Исследуйте Писание, ибо через Него вы думаете иметь жизнь вечную. Храни вас всех Христос, дорогие братья и сестры. Вместе с вами читаем Библию, задавайте свои вопросы. И пусть Господь поможет нам понять, а самое главное – применить в своей жизни прочитанное Слово Господнее. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok